Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, не пойман не вор, милая моя Вон, легок на помине Привет! Чао! Видала этого длинного? Пашкин брат, Витёк В девятом классе учится Говорят, он с настоящими ворами путается Говорить-то говорят, а вот сделать ничего не могут Ты сначала докажешь, потом меры принимай Верно я говорю? А, Фёдор? Ай, родись ты! Федька, опять за своё, да? Фёдор, не валяй дурака, слышишь? Эй, родись ты, оперись ты! Чё надо? Бэнт своём тяну лучше скворяшник повесьте Толку больше будет Катись отсюда, пока цел А что ты мне сделаешь, а? Ну и что? Шакину тогда узнаешь Ещё раз говорю, пойдём Ну! Ну бросай, ну бросай! Я брошу! Да что же ты не бросаешь? Всё, теперь газуем Всё! Опасность миновала Ой, не могу Знаешь что, Фёдор Если ты сейчас при мне проделаешь такой опыт То тогда давай кончим нашу с тобой дружбу Хватит с меня Нет, Федька, я всё-таки не понимаю Ну откуда у тебя такой характер? Вчера встал на улице посреди трамвайной линии и стоит Вагонважатый названивает А он руки на груди скрестил и не с места Сегодня с собакой Потом с этими радистами Федька, ну откуда у тебя всё это? Ребят, хотите я вам откровенно скажу? Ну чё ещё скажешь? Я вот сам много раз думал А чё у меня такой характер? Ну от чего? И вот я недавно понял В чём тут дело? В чём, Федя? От избытка энергии От чего? Что? От избытка энергии Это давно известно И в книгах об этом пишут Если у человека очень много энергии А использовать её он какое-нибудь полезное дело Он не может Тогда он начинает хулиганить Он даже на преступление пойти может Вот и чего удавит его это самое Энергия Бедненький Энергию тебе значит некуда девать, да? А ты в пионерской организации состоишь? Сам знаешь, что состою Чё глупый вопрос задаю? Так Ты в строительстве школьного стадиона участвовал? Ну участвовал, тоже сам знаешь Так Металлический лом собирал? Собирал Двести килограммов один приволок В спектакле «Снежная королева» ты играл? Играл Ой, так что ж ты говоришь, что тебе энергию некуда девать? По-твоему, у нас дел мало, да? А я и не говорю, что мало Тут вопрос в том, какие-то дела Ну какие? Всё это спокойные дела, ясно тебе? Луна, ты что-нибудь понимаешь? Вот в том-то и дело, что вы ничего не понимаете Вот вы и говорите, что я веду себя, как дошкалёнок А сами нисколечко не понимаете в психологии другого человека Ну чего мы не понимаем? Ну чего? А то полезное дело полезному делу рознь Один человек всю жизнь может прожить на одном месте А другому спокойной жизни, хуже каторги Великие путешественники с детства мечтали о путешествиях и всяких там исследований Почему? Потому что характеры у них такие Одним людям строительством стадиона приятно заниматься, а другим путешествовать Ну вот я лично, я просто не могу Задыхаюсь прямо в спокойной обстановке Значит тебе приключения нужны? Да, приключения И подвиги, конечно Да, вот и подвиги Ах, да, припоминаю Ты хочешь стать полярным исследователем Да, вот хочу стать полярным исследователем Ну а что ж, не космонавтом? Тут нужны способности к технике и к математике А у меня их нет И нечего тебе Славку улыбаться, если не понимаешь Ну я не думаю улыбаться Я только вот о чем хотел тебя спросить Когда вырастешь, ты станешь полярным исследователем А до этого ты будешь собак дразнить, чтобы энергию расходовать Нет, Станислав Иванович Собак дразнить я больше не собираюсь Ну а чем же ты намерен заняться? Ты скажешь, Славка, или это только в книгах так бывает Что ребята убегали из дому, а потом становились моряками, путешественниками и все такое Эгэ, ты что это собрался того? Махнуть? Ну собраться, может быть, не собрался А думать, может быть, и думаю Ну и ну Луна, ты видал дошкаленка? Итак, куда же вы уезжаете, сэр? В Арктику или в Антарктиду? Ну тебя, Славка, совсем С тобой по-серьезному, а ты... Да, Славка С тобой человек откровен, как с товарищем, разговаривает И очень глупо с твоей стороны шуточки шутить Если хочешь знать, ничего тут смешного нет Что человек мечтает о разных там приключениях и опасностях Я сама, может быть, если б мальчишкой была, мечтала из дома удрать Ну знаете что? Я с детским садом разговаривать не привык Давайте, дуйте оба Хоть в Южную Африку А я обедать пошел Всего вам доброго Славка вообще-то неплохой парень Только скучный, правда? Луна Что? Пойдем, зайдем ко мне на минуту К тебе Варь, можно я после обеда к Далаиде схожу? Это еще зачем? Она вчера ягод объелась Теперь у нее температура и живот Она мне сейчас звонила, что ее гулять не пускает Незачем Может быть, у нее не ягоды, а брюшной тиф Варь, ну а только на секундочку Я только навестил Степонька, посмотри на меня Что тебе мама говорила, когда уезжала, а? Она говорила, что бабушка заболела И ей надо ехать к бабушке А папа в командировке Нет, ты другой отвечай Что тебе мама говорила, когда уезжала? Она говорила, чтоб я слушал тебя и Федю Варь, я тебя и так уже Два дня все время слушаю Нет, не слушаешься Я тебе сказала, к Далаиде нельзя А ты еще споришь со мной Ешь Степонька, ну кто так держит ложку? Степонька, ну кто так держит ложку? Как мама тебя учила держать ложку? Не горбись Если будешь горбиться, вырастешь сутулым Степонька, я кому говорю? Безобразие, прям опять мне Федьке обед разогревать? Варь, я уже покушал Можно я пойду Федю позову? А что нужно сказать, когда покушал? Спасибо, Варь Можно я пойду Федю позову? Спасибо Лишнее это У тебя шея грязная Сейчас будем шею мыть Ужас, до чего запустили ребенка Варь, ты меня же вчера три раза шею мыл Варь, помнишь? Вчера мыла, а сегодня опять грязная Если бы ты прямо знал, как я с тобой измучилась Идем Ах так, Степан, немедленно в угол Варь, я больше так не буду Степан, без возражений у меня Вот будешь стоять, пока я в магазин не схожу Варь, я больше так не буду Слушаю Адонаида, это ты? Адонаида, это я, Степа Я к тебе сегодня не приду, меня Варя в угол поставила За что? За шею Адонаида, я к тебе завтра приду Ладно Адонаида, а ты черных тараканов любишь? Не знаю, я их не видел И я не видел Левка Бекет мне собирался подарить двух черных тараканов Он их из деревни привез Я тебе одного отдам, хорошо? Ладно, спасибо Ладно, когда он мне подарит Адонаида, идет кто-то, я в угол побегу Пока Только, Надка, дай самое настоящее честное слово, что никому не скажешь Федя, разве я тебя когда-нибудь подводила? Идем Значит, Надка, даешь слово, что будешь молчать? Даешь? Ой, ну конечно даю Ладно Раз Два Три Все Что это? Для чего это? Завтра вечером бегу на север Федька Сумасшедший Да, Надка Если задумал работать на севере То надо готовиться к этому теперь Ой Мамочки Ну что ты ойкаешь? Только сейчас говорила Что сама убежала бы, если была бы мальчишкой Ой, Федька Ну я же вообще говорила Я же просто так говорила А ты Ой, какой ты сумасшедший Ты не ойкай А лучше послушай, как у меня все продумано Будешь слушать? Буду Ой, мамочка Мамочка Ну вот Предположим Что какой-нибудь мальчишка Решил удрать на север И сразу стать великим исследователем Кем бы он был бы? Дураком ведь? Дураком А почему? Потому что человек должен сначала образование получить Ну теперь скажи, Луна Глупость я говорю Фантазирую Ой, Федька Ну ты все-таки бежишь? Бегу Ну ты сначала послушай, как я бегу Ты о школах-интернатах в тундре читала? Это для детей оленеводов такие школы устраивают Правильно Теперь смотри Есть тут какая-нибудь глупость или нет? Родители мои сейчас уехали Завтра ночью, когда Варвара уснет Я забираю вещи и отправляюсь в Москву Оттуда в Архангельск Ну конечно пишу с дороги родным письмо Так, мол, так, не беспокойтесь Это мне не какая-нибудь ребячая дурь в голос брела А просто еду учиться в другое место Ой Ты не ойка, а лучше слушай Приезжаю, значит я в Архангельск Оттуда пробираюсь в тундру в школу-интернат Километров за двести А там зима рано наступает Куда я меня девать? Не выгонять же на мороз? Федька, родители с ума сойдут И ничего не сойдут Из школы ему напишут Что, мол, ваш Федя учится на отлично Никакие фантазии ему в голову не лезут Он очень поправился Потому что здесь чистый воздух Тебя ведь на первом вокзале поймают Во-первых, я до Москвы не поездом А попутной машиной поеду Во-вторых, пока дома хватится Я знаешь где уже буду Все равно Ты же первому милиционеру подозрительным покажешься Вот чудачка Ты сама где-то в деревню за двести километров ездила Ты кому-нибудь подозрительно показалась? Ну, ладно, Федька Ну, пускай я не права Но где ты деньги на дорогу возьмешь? И это продумано У одного знакомого мальчишки Завтра день рождения А он хочет у меня фотоаппарат купить Я ему дешевле, чем в магазине продаю Я потому и задерживаюсь Что ему отец только завтра после получки может деньги дать Ну что, Луна Может, теперь скажет, что я сумасшедший? Ой, Федька Не знаю Ничего я не знаю Может, я потом всю жизнь буду раскаиваться Что не выдала тебя И не помешала тебе такую глупость сделать Что ж Иди Выдавай Ну что же ты не идешь? Почему не иду? А вдруг Друг ты и в самом деле такой О которых в книжках пишут Как их никто не понимал Как они потом из дома убегали И всякими там знаменитостями становились А вдруг тебя тоже никто не понимает И я не понимаю Вдруг у тебя и в самом деле такое призвание Чтобы всякие там белые пятна исследовать Ой, Федька Не знаю Только Никогда я не думала Что ты такой Такой Необыкновенный Ничего во мне необыкновенного нет Просто люблю трудности И ненавижу спокойную жизнь Федька Может быть мне надо чего-нибудь Тебе на дорогу приготовить Может быть чего-нибудь помочь Ой, какая я дура Да Знаешь, шай мне такой мешочек Чтобы на грудь под рубашку нужно было повесить Хорошо А зачем он тебе? Кое-какие документы положить туда надо Я тебе непромокаемый сошью Сегодня к вечеру Сегодня к вечеру Сегодня вечером принесу Ой, какая я дура Федька Проводи меня, пожалуйста, а А то у меня прямо ноги подкашиваются от волнения Эх ты, слабое существо! Слушай, Аделаида, это я опять. Аделаида, знаешь чего? Я завтра ночью на север убегу. Зачем? Я с Федей убегу. Федя хочет на север убежать, и я с ним вместе убегу. Теперь фигушки, меня Варя повоспитывает. Тебя не возьмет. А вот и возьмет. Я за ним тайком побегу, побегу, а когда мы окажемся далеко, я подойду и скажу ему, или возьми меня с собой, или я закричу, что ты сам убежал. Аделаида, хочешь, вместе убежим? Хочу, так холодно. Зато там белые медведи и северные олени. Медведи тебя зажрут. А вот и не сожрут. Мы с Федей вдвоем будем. А черных тараканов я тебе обоих подарю. Спасибо, до свидания. Аделаида, до свидания. Я тебе еще позвоню, ладно? Ладно. Ну что, Степонька, ты понял, как не хорошо, когда не слушается? Понял. Так уж и быть, я тебя прощаю. Только чтобы это было в последний раз. Хорошо, Степа? Хорошо. Можешь выйти из угла? Ну, спишь еще? Угу. Федя дома? Угу. Федя, можно? А, это ты? Как раз вовремя. Я тут всякой описаниной получил заниматься. Мешочек шила. Шила. Спасибо. Тут какие-то буквы вышли. Помни, М, Б. Спасибо, Наташа. Дай руку. Я знаю, считаю, одним словом, ты самый лучший товарищ. Не такая, как все девчонки. Спасибо. Я тут на всякий случай иголку с нитками принесла. Ты в него положи, что нужно, а я зашью. Угу. Сейчас. Труп принадлежит бывшему ученику Третьей Черемаховской средней школы, Капустину Федору Васильевичу. О смерти прошу сам. Так, все в порядке. Порядок. Ты садись сюда, зашивай, а я другими делами займусь. Зачем ты это? Зашила? Зашила. Спасибо. Решила заменить свой план. Глупо завтра дожидаться, пока Варвара уснёт. И я получу деньги за фотоаппарат. Возьму вещи там, где мы их сегодня спрячем. И на вокзал. Значит так. Ты выйди сейчас, попрощайся и подойди к окну. Я тебе вещи передам, а потом сам выйду. Идёт? Идёт. 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 Что это? Сейчас. Сейчас мы это дело выясним. Федька. Кто это там? Федька. Что там? Ещё не выяснил. Ой, Федька, это же коты Ой, какие мы с тобой дураки Это же коты дерутся Ага, коты Федь, но ведь ты-то сначала не знала, что это коты Неужели ты ни чуточки не испугался? Скоро мне придется слушать, как целые волчьи стаивают Что ж, прикажешь их тоже бояться? Федь, мне завтра сразу после школы надо к двоюродному брату на день рождения идти Значит, мы с тобой больше не увидимся Почему? Увидимся, я завтра в школу приду Придешь перед самым побегом? Приду Все-таки, знаешь, хочется в последний раз взглянуть на ребят В родной класс, на свою парту Это, конечно, сентиментально Но, может быть, я их больше никогда в жизни не увижу Федь, Федь, а медведя только из ружья можно убить? Не обязательно А вот если нет ружья, тогда как можно медведя убить? Ну, в старину на них с рогатиной ходили А дедушка рассказывал, что его сосед Топором у себя на пасеке медведя зарубил А я читал, что один геолог ножом медведя уложил Большим? Большим ножом? Наверное, не маленьким Борис в школу идет Пора и мне собираться Степенька, а ты руки, мал? Сколько раз тебе говорили, чтобы ты до моего прихода уже вымыл руки Ну, граждане Всего вам хорошего А, фантазер Васильевич! Привет! Да грешке энергии девать некуда Ну, что ж, вноси свои предложения А то о великих делах ты мастер говорит А как конкретно что-нибудь предложить, так в густых Ну, что ж, Славочка, не всем же быть таким активистом, как ты Нужно же кому-нибудь в густах прятаться Что ты, товарищ Капустин, с загадками разговариваешь? Попробуй отгадать, товарищ председатель 18, 19, 20, 20. Тось, а тось, напиши заметку в стенгазету. Не сбивай. 26, 27, 28, 28. Алла, отстань. Алла, отстань. На, напиши заметочку в стенгазету. Вот тебе, не до заметочек. Федь, а Федь, напиши заметочку в стенгазету. Так ведь писать не о чем. Напиши о учебе, о дисциплине, о пионерской работе. Ты что, с ума сошла? Ты к кому с такими просьбами обращаешься? Это же знаменитый исследователь белых пятен. К нему с какими просьбами можно обращаться? В космос летать, к центру Земли опуститься. А ты напиши заметочку. Да еще в какую-то там паршивую стенгазету. Фу, станет он мараться такой ерундой. Ладно, напишу заметку. Завтра получится. Вот и спасибо. Федь, Федь, ты зачем фотоаппарат принес? Так. Смотреть можно? Смотри. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Здравствуйте. Расскажи нам, что такое басня. Басня? Подожди, Сонечка. Извини. Лучше мы попросим Федю Капустину рассказать нам, что такое басня и оторваться от какого-то занятия, которое не имеет никакого отношения к нашему уроку. Итак, Федя, прошу. Федька, тебя. Да. Расскажи нам, Федя, что такое басня. Басня – это небольшой аллегорический рассказ. Александра Васильевна, извините, но я уроков не готовил. Похвальная откровенность. А можно узнать, по какой причине? Об этом, Александра Васильевна, я вам сказать не могу. О, да, алё. Загадочная ты у нас натура, Федя. Садись. На ты, Белохвостова. Что такое басня? Басня – это такой жанр. Басня. Ну, честное слово, Александра Васильевна, я ещё позавчера при себя всё-всё повторила, а сегодня, ну, прямо всё из головы вылетело. Садись. Слава Фанков. Молчай. Басня – это небольшой аллегорический рассказ обличительного или нравоучительного характера. Ну что ж, пора прощаться. Да, чуть не забыл. Это письмо опустись завтра в почтовый ящик. – Родителям? – Родителям. А вот эту статью передашь завтра Соне Лакмутцевой. Пусть вся школа узнает, о причинах которых заставили меня уехать. Сделаю. Ну что ж. Подожди, фотоаппарат в парте забыл. Подожди меня здесь, я сейчас. Петька, куда ты? Петька, куда ты? Отдавай фотоаппарат. Чего? Отдай аппарат, слышишь? – Какой аппарат? – Такой, который ты мне из парты взял. – Я? – Да ты, ты. – А ты видел? – Видел. Ты под петяком нёс. Отдавай фотоаппарат, слышишь? А то худо будет. – Витяк, вовси-то, а? Ты чего, гад, лезешь? Чего пристаёшь? А ну, докажи, что я взял. Ну, докажи. – Паш, Паш, спокойно. Тебя как зовут? – Ну, Фёдором зовут. А в чём дело? – Ты что же это делаешь, Федя, а? У тебя вот тут-то есть что-нибудь, чтобы человека в таких делах обвинять? За такие дела человеку срок дают. Ты соображаешь, что делаешь? – Ты, Паша, видел, как он аппарат брал? Ну, где аппарат? Обыщи. – Ты, Федя, меня послушай. Напрасно свистеть на человека делал нехорошее. – Ты это учти. – Ну, по рогам, что ли, хочешь? Так и скажи. – Ты на какой улице? – Ну, 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 ну. Ты меня, Федя, не трогай. Федя – парень свой. А ты, Федя, больше таких поступков не допускай. Давай, чтоб всё по-хорошему было. Это я для твоей пользы говорю. Ясно, Федя? – Федя, учти. – Граждане, граждане! – Чего тебе? – Да. – Во, интересно. – Иван Лукич у себя ещё? – Чего? – Иван Лукич у себя. – Директор у себя. С тебя. Иди. – Я не могу. – Ты чего это? – Я потом. – Ну, куда он делся? Ну, вот куда он делся? – Вон он идёт! – Явился. Пришёл, наконец. Федька, вот честное слово, всё маме расскажу. Я весь вечер его искала, всех ребят обегала. Я думала, что с ним чего-нибудь случилось. Вот честное слово, всё маме расскажу. – Ну и говори. – А ты чего здесь стоишь? Кому я сказал, иди немедленно спать? Федя, что ты будешь ужинать? Сырники или рыба с картошкой? – Ничего не будет. – Между прочим, к тебе недавно приходила Ната Белохвостова. Тебя чего-то спрашивала? Она какая-то не в себе была, вроде бы какая-то чокнутая. – Ну и ладно. – Федя, имей в виду, я спать ложусь. Никто тебе ужин разогревать не будет. – Отстань, тебе говорят, не буду я ужинать. – Ну и сиди голодной. – Простите. – Поехали. Продолжение следует... 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 Ну, это само собой. Ещё что? Предложил Жене обсудить вопрос о моём пребывании в пионерах. Ну, это мы уладим. Мы тебя отстоим. Слушай, Федька, почему ты вздумал среди бела дня бежать? Скажи мне. Да, Федька, объясни, что с тобой произошло? Почему ты вечером не убежал? Да поймите же вы, не думал я бежать. Я вещи обратно нёс домой. Как домой? Почему? У меня денег нет теперь на дорогу. У меня фотоаппарат украли, который я собирался продать. Украли? Федька, как украли? Когда? Помнишь, я её в парте забыл. Подбегаю к классу навстречу бакланов и что-то под пиджаком несёт. Вбегай в класс, аппарата нет. Я, значит, за Пашкой. Это когда ты мимо меня пробежал? Ага. И не догнал? Догнал. А что я мог сделать? Он аппарат своему брату отдал, Витьку. А он, он, знаешь, какой здоровенный. И с ним ещё два парня. Федька, ну ты уверен, что именно Пашка аппарат стащил? Когда я к ним подбежал, аппарат был уже в кармане у Витька. Ремешок оттуда свисал. И ты? И ты не попытался отнять? Попробуй, отними. Их четверо, а я один. Федька, но ведь прохожие. Ведь на улице были прохожие. Почему ты их не позвал? Ты как-то не сообразил. А в милицию? И в милицию не заявил. Так что же ты сейчас молчал? Бежимте. Может быть, не поздно ещё. Бежимте Женю предупредим. Тихо ты. Ты что, совсем дурочка? Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело? Ты понимаешь, что Баклановы это самые настоящие уголовники? Да ведь в том-то и дело, что они настоящие уголовники. Тихо, ещё раз говорю. Ты что, донести на них захотела, да? А ты знаешь, что они тебе могут за это сделать? Ножом пырнуть. Встретят на тёмной улице. И пырнут. Не только тебя. И Федьку. И меня, может быть. Федька вон дошкалёнок. Да и тот вовремя сообразил. И вообще, намотай себе на ус. Нам в это дело соваться нечего. Милиция и без нас до них когда-нибудь доберётся. И ты, Федька, про аппарат молчи. Почему ты не удрал? Это никого не интересует. Главное, что ты хотел удрать. Ещё письмо своё дурацкое оставил. Ну, вообще, Федька, ты главное не расстраивайся. Ну, разберём мы тебя. Может быть, выпьет выговор на линейке. Нож до того, чтобы из пионеров исключать. До этого не дойдёт. Ага. Ну, уж и на меня не обижайся. Дружба она, конечно, дружбой. Ну, а мне сейчас придётся тебя покритиковать, как председателю совета отряда. Ну, что вы стоите? Долго вас ждать? Встань! Суд идёт! Эй, освободите место за подсудимых! Служички. Ну, что вы стоите? Садитесь. Женя, можно вопрос? Пожалуйста. Опять свой вопрос на сегодняшний день. Женя, что же это за спор отряда? Кто-то из параллельных классов пришли. Даже пятеклассники затесали. Тихо! Тихо! Пускай сидят. Мы этот вопрос, может быть, на сбор дружиной вынесем. Слава, начинай сбор. Итак, ребята, экстренный сбор отряда считаю открытым. На повестке дня вы сами знаете, какой вопрос. Это вопрос о непионерском поведении Феди Капустина и Наты Белохвостовой. Не пионерском, да? Не пионерском. Не пионерском, да? Не пионерском. А сам не воров боитесь. Воров скрываете? Не надо. Тихо, 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 Тихо. На-ка, пусти. Не бежит, я здесь. А ты чего врешь? Ты чего врешь? Ты видел, да? Спросил? Я брал аппарат? Капустина. Скажи, я брал? Брал. А вот и брал. Внимание, внимание. До моего прихода никого не пускать и не выпускать отсюда. Понятно? Понятно. Сурен, под твою ответственность. Избивайтесь. Не умыться, она мне лицо разбила. Сиди. Ничего не разбил, синяк поставил. Он не зря спешит. Наверное, плохо спрятал аппарат. Теперь ты узнаешь. А вот это видел? Ничего ей не будет. Мы луну всем глазом провожать будем. Мы за вас все примемся. Мы с тобой за вас возьмутся. Мы вас как лоток выведем. Попаи! Бешочек, который я сшила при тебе. Привни. А ну отдай. Тихо, тихо. Белохвостова, Капустин. Макланов, директор. Девчатка. 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 А вашу иду. А вашу иду. Девчатка. 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 Иду. Айду. Ребята, иду. Вот и завтра перед дровкой мы тебя будем встречать, а после уроков провожать. Ну что? Ну что? А Женя сказал, что теперь надку будут провожать все отряды по очереди. Адалаида, я на север не убежал. Почему? Потому что Федя не убежал. Еще знаешь почему? Не знаю. Потому что Варя сказала, что она больше не будет меня воспитывать. Она мне дала честное слово. Адалаида, ты слышишь? Пока. Слышу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин